Вот есть у меня еще одна такая незаменимая вещь, которой я пользуюсь ежедневно. Иногда даже в руки беру несколько раз на день. И она, знаете, блукала-блукала по квартире. Ну, в основном, это так, туалет, ванная, прихожая. Вот изначально надо всегда найти место для любой мелочи. Ну, не было этого места. Это, ну, вы поняли, что это? Это швабра. Вот это вот незаменимая вещь в моей квартире. И как я тогда найти место? Нашла я место в ванной комнате. Ну, она так то упадет, то еще что-то, то мешает, то споткнешься. Ладно, выделила я уголочек. И благодаря вот этой штуке мне пришла, мне кажется, идеальная идея. Конечно, не знаю, может быть, потом со временем что-то мы придумаем новое и купим. Но, слушайте, идея изумительная. Смотрите, вот эту, я уже забыла, как ручку, нужно надеть вот на эту швабру. Вот так вот я надеваю. А она у меня вот в таком состоянии подвешенном должна быть. То есть она падать не должна. А как ее закрепить, сейчас я вам все покажу. И у меня же есть к этой швабре еще шапочка. Моя прекрасная шапочка. Это что бы обычная тряпочка. Так вот эта тряпочка должна быть всегда сухая. Потому что как-то мне кто-то там писал, долго там писал комментарии. Вот они искали, воняет в квартире что-то. Воняет и воняет, не могли найти эту вонь. И вот так мы, в общем, списали-списались. И где-то потом мне пришла такая мысль, а чем вы умоете пол? А, вот тряпка, половая тряпка. У них там где-то в угол забилось. Естественно, она, если не высохнет, она очень неприятно пахнет. Так вот я в таком положении тряпочку помыла пол, ее хорошенько простирала, вот так вот выкрутила. И что? Надела на эту швабру. И она у меня сухая. Ну, в течение там 2-3 часа. Ну, я не заглядываю. Короче, я говорю, идемте в ванну, я вам сейчас покажу, какое изумительное место я ей нашла вот этой своей швабре. Так вот это место. Это угол такой, знаете, где прячется все барахло, которое никому не показывается. То есть уборочная тряпочка, порошки для стирки, бойлер. Ну, бойлер не барахло, но он на своем месте, да? И вот смотрите, вот эти два крючка, я их заранее придумала, что их нужно повесить. Но никак эта швабра, она никак сюда не вмещалась и не держалась. И тут вот эта штука. Оказывается, можно эту штуку вот так вот подвесить вот на эти крючки. Ой, она классно держится. А вот в эту дырочку, сейчас смотрите, я надеваю так вот швабру вот сюда. И теперь подвешиваю эту швабру на эти крючки. Оно не падает, оно отлично все держится. И тряпочка сухая, и швабра на месте. Я не спотыкаюсь, она мне не мешает, она никому не мешает, ее не видно. Главное, я вам скажу в этом деле, главное в этом деле, что? Вот так вот удобно, да? Крючки хорошо приклеить. То есть обязательно нужно обезжирить поверхность, на которую я клею крючки, да? И где-то в течение, допустим, хотя бы двух-трех часов груз не вешать. А так их потом не оторвешь ничем. И если, я говорю, нужно всегда замерять, перемерять, хорошенечко, потому что если неправильно повесили, да, то потом не оторвете. В общем, идея хорошая, классная. Вот это барахло, вот оно нашло свое место, никому не мешает. Замечательно. Всем спасибо. А вам спасибо, дорогая моя, за ту идею, которую мне подали, за ваш вопрос. Все вам самое-самое доброе.